Добрый день! С вами я, Егор Яковлев, и это «Цифровая история». А сегодня у нас в гостях Павел Александрович Кротов, профессор Института истории СПБГУ, доктор исторических наук и один из крупнейших специалистов по Петровской эпохе. Павел Александрович выступал у нас на фестивале «Цифровая история в Москве». После его выступления от зрителей поступило множество вопросов и пожеланий, чтобы Павел Александрович выступил у нас на канале более подробно с рассказом о Полтавской баталии. Исполняем пожелания зрителей. Павел Александрович, у нас в студии. Приветствую. Спасибо за приглашение. Павел Александрович, давайте начнём вот с чего. Во-первых, у нас есть книга, свежее издание «Полтавская битва – переломное сражение русской истории». Но Полтавская битва хронологически произошла примерно в Второй и Третьей Северной войны. Давайте кратко расскажем, как швед шёл под Полтаву, как он туда попал. Да. Далековато от Швеции-то? Да, конечно. И Полтавская битва – это такое знаковое событие не только в истории России, но и в истории Швеции. Они по-своему гордятся этой баталией, битвой. Можно вспомнить этот клип известной достаточно группы «Сабатон» с этими, как сказать, поплями или восклицами Полтава. Для шведов это как рубеж в жизни их страны, перечеркнувшей их надежды стать реально действительно великой державой. А Россия, наоборот, заступила на место Швеции. И вот Полтава приблизительно пополам делит Великую Северную войну. И началась она, эта война, с Полтавы наоборот, можно сказать, с Нарвского поражения, с поражения под Нарвой русской армии в ноябре 1700 года. Тогда юный король Карл XII разгромил всего лишь с десятью с половиной тысяч наличного войска русскую армию, в которой было приблизительно 35 тысяч воинов, т.е. в три с половиной раза больше приблизительно, и вот такое было неудачное для России начало Северной войны. Вот Полтава, тем не менее, стала апофеозом этой войны, Нарва не стала таким апофеозом, потому что именно после Нарвы была Полтава между двумя баталиями 9 лет. И соотношение в силах под Полтавой было примерно такое же, как под Нарвой, только войск было уже больше в этой генеральной битве, но соотношение было тем же самым, и тем не менее армии были уже разные. Что было в этот период 9-летний? После баталии неудачной Карл XII не имел сил также преследовать русские войска, были тоже потери, и всего десять с половиной тысяч в армии завоевать Россию с таким маленьким войском невозможно. И Карл XII безуспешно пытался пополнить существенной силой, отступив к Дербту, это ныне Тарту, потом отогнал саксонского курфюрста и польского короля Августа II от Риги, там победу одержал 8 июля 1701 года, форсируя западную двину, это потом аукнется ему под Полтавой, он считает, что это число для него магическое, 8 июля по новому стилю это будет 27 июня по-старому, он верил в предсказания, и битву отсрочил на несколько дней ради этого совпадения, думал, что ему у небеса всё указывают. Потом Карл XII проследовал в Польшу, получив себе нового врага, одерживал там в течение нескольких лет победы, понял, что занять со шведской армией может только часть Польши, а вывезти её из войны он может только заняв Саксонию, гнездо польского короля и саксонского курфюрста Августа II, и вот он Саксонию занял в 706 году почти без выстрелов, вывел Саксонию из войны, в Польше поставил своего короля, вместо Августа II Лещинского Станислава он поставил, и в августе 707 года Карл XII двинулся в русский поход. Завершившийся не в Москве, как он планировал, об этом шли сообщения в Москву, куда намеревается прийти Карл XII, назначен был комендант Москвы, генерал-майор с поры… Без малью это какая-то традиция заранее назначать комендантов, парады, малыши, эмболицы… Плохая традиция, да. Кончился, тем не менее, вот этот поход на Москву, на берегу Чёрного моря, там вот Карл XII оказался после Полтавской битвы, и дальше он бежал в Молдавию, потом под Стамбул. Вот так вот этот поход на Москву завершился неожиданно в Стамбуле, где с несколькими спутниками Карл XII оказался вместо того, чтобы вести в бой многочисленную армию, как всё это начиналось. Ну, надо немного рассказать о том, что происходило с Россией и с русской армией в тот промежуток, пока Карл гонял Августа по Польше и Саксонии. Безусловно, если Карл XII впал в определённую такую эйфорию, посчитал вот этого азиата, как он думал, шведы проводили такой миф, что там, где граница Швеции заканчивается и начинается Россия, это уже Азия, так на картах писали в XVII веке, Европа вот у них на реке Сестре заканчивалось, под Петербургом. И вот Карл XII решил, что с азиатами покончено. И Карл, в общем, видите, свои усилия направил против Августа II, а Пётр в это время ускорил ход реформ. Он воспринял стихийно-диалектически вот это поражение под Нарвой, он сказал, сие не счастье, а, точнее говоря, великое счастье получили. То есть, он воспринял это поражение под Нарвой как великое счастье, которое заставило трезвее посмотреть на первые итоги первых реформ и ускорить процесс преобразования. Проводит Пётр ускоренную индустриализацию, армия проходит обучение, новая артиллерия, в том числе с использованием колокольной меди, колокольной меди снимали с церквей определённую часть колоколов, артиллерия восстанавливается, и нанимаются специалисты, в общем, индустриализация проходит ускоренная, с 701 года первые заводы на Урале появляются, железоделательные, новые мануфактуры, работающие на армию и флот, и вот Россия быстро увеличивает свой военно-технический потенциал в эти годы, т.е. страна не стоит на месте, она укрепляет обороноспособность. Ну и ряд поражений уже шведам был нанесён. Да, первые поражения начались ещё для шведов в 1701 году, вот тут вот, в районе Псковского и Чудского озёр, вот при Раствере деревни в декабре 1701 года шведский корпус потерпел поражение такое весьма ощутимое, и другие были победы с 702 года, у Архангельска шведский флот эскадра 25 июня 1701 года была отражена, Петербург, как известно, по старому стилю 16 мая 1703 года основан, потом кроншлот весной в мае 1704 года торжественно вступил в строй, ну и вот победы нарастали, в 1704 году берутся крепости Нарва и Дербт русскими войсками, т.е. Пётр рубит окно в Европу, всё шире и шире становится это окно, но главные события ещё впереди, Карл XII уверен, что с царём ему удастся покончить, но вот Пётр I думал по-другому, и вот оказался прав русский царь, а не шведский король, ну и вот, в конце концов, мне вот очень удивительно, как Александр Сергеевич Пушкин, располагая ограниченным кругом источников, по существу он в основном читал историю Петра Великого, историка Ивана Ивановича Голикова, мне вот удивительно, как Пушкин понял и адекватно сравнил двух монархов в поэме «Полтава», там он Карла XII всё-таки назвал, он мальчик бойкий и отважный, а Петра называл самодержавным великаном, т.е. он очень по-разному оценивал этих двух исторических лиц. Я думаю, по результату просто оценивал. Я вижу в этом гениальную прозорливость, видите, у гения всё, надо сказать, гениально, он в истории, располагая небольшим количеством документов, вот сочинением этого историка Голикова конца XVIII века, он сумел разглядеть и понять эту личность, вот мне кажется, в тонких деталях, это Пушкин, и тут надо снять шляпу в очередной раз. Итак, какую ситуацию мы видим к 1707 году? С одной стороны, вроде бы, Карл XII добивается успехов, он вывел из Северной войны Данию, ещё в самом начале войны, наконец-то разобрался с Августом Саксонским, там дошло дело до его полинения, насколько я понимаю. Ну, он там скрывался в замках в Саксонии, в Кенигштайне, в других, саксонские войска были настолько охвачены ужасом, что не оказали сопротивления шведам даже в крепостях, и, в общем, шведы там целый год пребывали, собирали контрибуции, укрепляли армию, наборы производили, ну, есть такие даже цифры, что 15 тысяч самоубийств было в Саксонии, потому что саксонцы, ну, это такой народ, тогда это как народность была в составе германской нации, и у них есть свои особенности, вот насколько я с ними общался, они говорили, что вот у нас большое такое чувство собственности, мы очень любим накапливать, вот обставлять дом, и тут они всего лишались, саксонцы. И это же трагедия, всю жизнь копили, жизнь на смарку, 15 тысяч самоубийств за год пребывания там в шведской армии. Для саксонцев это была трагедия. Августа Карл XII вынудил подписать мир, правда, тайно, насколько я понимаю, потому что Август долго про это никому не рассказывал, включая Петра I. 13 сентября 1106 года был подписан мир, по которому он снимал с себя корону, передавал её шведскому ставленнику Станиславу Лещинскому. Польскую корону. Да, польскую корону, сохранял вот корону саксонского курфюрста, по-русски говоря, великого князя, можно так перевести, и отказывался от польской короны, это главное, и выходил из войны, ну и другие были условия предательские по отношению к Петру I. Казалось бы, успех, а с другой стороны, Пётр I одерживает победы, правда, не против Карла XII, а против его военачальников, занимает Прибалтику и создаёт угрозу, единственный из всей северной коалиции, да? Таким образом, возникают условия, Карлу необходимо разобраться со своим последним врагом, который неожиданно вырос в серьёзную военную силу, это и было предпосылкой русского похода, как я понимаю. И он, как и Наполеон, как и Гитлер решает всё решить одним махом походом на Москву, но вот не получилось, не получилось, хотя лучшие, можно сказать, европейские умы, дипломаты, политики были уверены, как сказал одному венгерскому дипломатическому представителю, как сказал министра странных дел Франции, он уверен, что 8000 шведов разгромят 80-тысячное войско, состоящее из трусливых русских, т.е. были такие, казалось бы, весьма образованные и прозорливые люди, лучшие европейские умы, многие из них уверены, что Карл XII одержат победы в соотношении 1 против 10 русских. Вот такая была самоуверенность. Ну, это, видимо, последствия Нарвской победы. Да, да. Удалось не в таком соотношении, но тем не менее легко. Да, тем не менее, да. Легко. Давайте расскажем, с чего начался русский поход. Русский поход начался в августе 1707 года, выше вступили шведские войска из Саксонии, отдохнувшая в течение года армия, великолепно снабжённая, с казной, и целью, как я сказал, была Москва, там Карл XII думал продиктовать условия мира, планы были следующие, доносили, сообщали, о чём говорили шведские генералы, сообщали в Россию Петру I, его окружению. План был следующий – Россию разделить на части, Петра I сместить, обсуждался вопрос, чтобы вместо Петра I, его сына, который уже узнали, что не любит иностранцев, царевича Алексея Петровича посадить на трон, также намечалось восстановить Боярскую думу, стрелецкое войско, регулярное войско упразднить, но, естественно, Петербург подлежал уничтожению. Эти земли забирались назад, конечно. Да, и другие подобные были меры, т.е. Россия должна была быть устранена даже как потенциальная угроза для Швеции, потому что рассуждали шведы следующим образом, что если вот она не будет на части, это такая великая страна до Тихого океана разделена, то она всегда всё-таки сможет подняться и снова стать опасной для Швеции, поэтому вот надо решить вопрос раз и навсегда. Ну, это была уже такая идея, которая в Европе в эпоху начинающегося колониализма достаточно популярная, вот философ Лебнец, которого потом Пётр I приглашал на службу, беседовал с ним, встречался, известный, прославленный европейский учёный, он предлагал Россию превратить в колонию, отдать её Швеции. Раз вот она замедленно развивается, то пусть шведы вот цивилизуют Россию, несут туда культуру, шведский язык… Как Америку. Да, лютеранскую религию, да, вот в этих вот землях приневских за менее чем столетия обладаниями Швеции православие было уже в основном почти искоренено, хотя формально в Швеции была провозглашена веротерпимость. Реально, православные были людьми второго сорта, большинство из них переселилось в Россию, а те, которые оставались, они суды немцам и шведам проигрывали, в общем, они чувствовали себя усимлёнными и без надежд на справедливость и равноправие. Сперва Карл XII вторгся в Белоруссию. Да, как теперь это является территорией Белоруссии, тогда Великое княжество Литовское, и узнав о движении шведов на Москву, Пётр I вместе со своим окружением весной 1707 года подо Львовом в замке польского бывшего короля Яна III Собецкого в Жолкве выработал стратегический отступательный план, пространство должно было помочь Петру Великому сокрушить вот этот шведский натиск на восток, и предусматривалось шведскую армию изнурять боями на переправах через реки, там, где она движется на несколько десятков вёрст по сторонам, уничтожать запасы продовольствия, заставлять крестьян уходить с ними в леса, прятать зерно там в ямах каких-то, чтобы шведы испытывали голод. И вот этот план удался, ведь между выступлением шведов из Саксонии и Полтавской битвой прошло почти два года без малого, и в середине этой стратегической операции шведы подошли к русским границам у Смоленска, и продовольствие осталось на один день. И вот после этого, 14 сентября 1708 года, в нескольких верстах от русской границы, Карл XII вынужден был повернуть на юг, оказался в конце концов у Полтавы, где его армия исчезла, это произошло ещё примерно через год, как мы понимаем, 27 июня 1709 года, т.е. вот этот стратегический отступательный план полностью сработал. Говорят вот современные люди, в большом количестве, подобный вопрос на фестивале цифровой истории прозвучал, вот современные люди говорят, многие, ну какая же великая заслуга у Петра I, что он разгромил шведов под Полтавой, вот такое соотношение сил теперь к выгоде русской, ну так вот эти люди забывают, что такое же соотношение сил было и под Нарвой, но русские войска достаточно позорно проиграли, имея такое преимущество, и вот это преимущество создал Пётр I, он раньше баталию не давал, это преимущество 2 года он создал, 2 года. Это же очень просто, сражение венчало войну, которая была до этого, т.е. изнуряли шведов наступающих, дальше мы сейчас поговорим про сражение Прелесной, когда отсекли корпус Ливенгаупта, который вёз продовольствие, новое вооружение, свежие силы, тем не менее не дали соединиться и, собственно, создали такие условия, при которых Карл был вынужден сражаться в неблагоприятных обстоятельствах. Это достаточно очевидная вещь. Естественно, что эти неблагоприятные обстоятельства не сами собой сложились, а сложились в результате определённых усилий и очень важных стратегических усилий Петра. Да, вот это была заслуга Петра I, что он создал вот эти условия, и полководцы бывают разные, они велики, бывают по-разному. Вот, например, Суворов меньшими силами считал заслугой одержать победу, Пётр Великий считал, что нужно создать как можно больше преимущества, лучшее для себя соотношение сил и уже потом играючи, с минимальными потерями одержать победу. И, в общем-то, кому что нравится, итоги были примерно одни и те же, но пути достижения вот этих великих побед были разные. Это очевидно, потому что Суворов был только полководец, а Пётр I был и полководец, и политический деятель, поэтому он чётко понимал перспективы проигрыша битвы. Ему нужно было битву выиграть для того, чтобы потом закрепить её политический итог. Да, единственная генеральная баталия при Рыбнике, которую выиграл Суворов, она в судьбе России мало чего решала, ну отброшены были турки к Дунаю, ну вот там остановились на Дунае, ну а Пётр Великий создал великую Россию после победы под Полтавской. Конечно, не будем принижать Александра Васильевича, просто каждый был на своём месте. Каждый был на своём месте, согласен. Вот, значит, но вопрос вот в чём, а почему так долго Карл XII шёл до Смоленска, до границы России? Потому что его изнуряли на переправах, войска голодали, войска оборвались, ну определённая даже партизанская борьба была со стороны белорусских крестьян, которых грабили, естественно, шведы нещадно, и всё сметали у них, всё продовольствие, ничего не покупали, а просто конфисковывали. Зачем тут всё это? Азия практически, да, церемониться не надо. Ну так вот и надо закрепить, что 14 сентября, да, вы сказали, 1708 году оказался? Поворот на юг. Да, было совершенно очевидно, что если они подошли к границам Смоленска 14 сентября, то к зиме они до Москвы не дойдут, и вполне возможно, что придётся в походном порядке зимовать. Ну вот поэтому, видимо… Наполеон дошёл, Наполеон дошёл всё-таки, примерно те же сроки, летняя кампания дошёл. Ну, как-то 8 сентября уже сражение при Бородино было. Да, это, значит, по новому стилю, да? Вот, ну, в общем, шансы у него дойти были бы, если бы он, так сказать, наступал очень ускоренно, такой возможности у него не было, и кроме того, у него остался запас продовольствия на один день, армия могла бы просто от голода погибнуть, т.е. ему это вообще невозможно было дальше продвигаться, просто вообще невозможно. Отсюда принято решение идти на тёплую и сытную Украину. Да, тем более были связи с Гетманом Мазепой, вот Гетман Мазепа – фигура сейчас очень актуальная для историков, это, так сказать, феномен такой, и вот то, что он вступил в сношение дипломатически со шведами, говорит о том, что человек-то был недалёкий, недалёкий. Гавандюрист. Это тоже присутствовало, но ещё вот недостаток ума совершенно виден, потому что украинская историография его так хитрый лисой такой представляет, вот он везде там готов был всех предать и предавал несколько раз своих благодетелей, клятвы он, так сказать, нарушал и т.д. Ну вот он такой хитрый и умный вот был, но факты-то говорят о другом, он, вступив в сношение с Карлом XII, загнал себя в ловушку. Он не ожидал, что шведы будут остановлены, что шведы не продиктуют мир в Москве, он потом об этом писал полковнику Скоропадскому вскоре после измены, он говорил, что шведская машина, вот у него такой термин был шведская машина, она, так сказать, неизбежно сломает хребет Петру I, русскому царю, шведы всё продиктуют, и он не понимал, что если вот это не получится движение в Москву, то Карл XII он может не к Петербургу повернуть, а вот туда, к Украине, где он может иметь план соединиться силами Османской империи и Крымского ханства, ну а также тут могли бы быть казаки, которых он не рассматривал как военную силу украинских казаков ни до того, ни после, но Мазепа был тут как бы такой связующий звенок, которое могло ему обеспечить благожелательное отношение местного населения, он считал. Когда Карл XII повернул на юг, к Украине, получилось, что Мазепа поставлен перед выбором. Если Пётр Великий, уже потенциально Великий, узнает об этих его контактах, ну я не думаю, что он бы только на кол просто посадил Мазепу, что-то было бы, может, закоптил бы, ну, в общем, какая-то бы жестокая казнь была. Мазепа был в ужасе от этой перспективы, открывшейся от того, насколько он недалёким оказался. И вот Мазепа оказался перед катастрофическим выбором. Он может быть раскрыт, контакты его с Карлом XII, и тогда для него ужасная тут кончина в России. Другой вариант – это присоединиться к Карлу XII в надежде, что всё-таки он продиктует Петру Первому выгодный мир, и он сумеет сохранить, так сказать, то, что у него было. Мысль очень недалёкая, она вот в два хода уже распадается, т.е. он как бы шахматист четвёртого разряда, это просто вот не колоссальная фигура интеллектуальная, как на Украине пытается провести. Вот мысль в два хода. Он не мог сообразить, что у Карла XII польский король Станислав Лещинский – союзник, признанный европейский государь, Украину они рассматривали, Малоруссию, как случайно отделившуюся территорию поляки, и сразу же речь только и шла о том, что эти территории будут возвращены в состав Польши, православие опять будет… Ущемлено. Ущемлено – это вот такие начало государственности будут разрушены украинской, автономия будет упразднена обязательно, это всё в два хода мысли, Мазепа вот этого не видел, ну а ему что оставалось, ну ему какую-то компенсацию бы дали, там, может, какие-то воеводства там, ну вот шла речь о Полоцком воеводстве, Витебском, ну могло быть по-другому, на бумаге это не было зафиксировано, это так обсуждалось в виде каких-то слухов, расходилось, никакого договора он с Карлом XII не заключил, потому что для Карла XII у него это губернатор провинции автономной, это не государь, он не может с ним заключать договоры, естественно, он хотел Мазепа такие тексты готовил, но никто с ним не собирался этот договор, т.е. он что сделал? Колоссально предал свой народ, предавая Петра I, народ его украинский должен был быть лишён автономии, православие должно быть ущемлено, неприятельская армия должна была там находиться, кормиться за счёт населения, разорять его по большому счёту. Т.е. я считаю, вот это мои мысли, вот я в шахматы немножко играю, и у меня мысли вот это как бы такие свои вот в данном плане, я не знаю, сейчас много пришло, но я очень не читал. А я бы ещё добавил, вот я сейчас скажу, а вы прокомментируйте. Я читал у Николая Ивановича Павленко, в частности, и в книге о Петре I, и в книге о Меньшикове, он несколько страниц уделяет именно тому феномену, который мы бы сегодня назвали информационной войной. После того, как Карл XII двинулся на Украину и составил вот этот союз с Мазепой, развернулась своего рода информационная война, война пояснений, что происходит. И к вопросу о том, что сделал Пётр, ведь Пётр эту войну мастерски выиграл, он с помощью своих людей сумел максимально оповестить коренное население, жившее на этих территориях, куда шли шведы, что как раз вот идут захватчики, что Украина будет в Малороссии, будет возвращена Польша, что будет введено католичество, украинцы, малороссы вернутся на позиции людей второго сорта, вот, и это во многом обусловило то, что Мазепа не смог обеспечить обещанные войска, он обещал Карлу XII, и население в общем и целом рассматривало шведов именно как захватчиков, а не как союзников. Основная часть украинского народа в виде его вооружённых сил и казачества, а казачество там территориальными полками стояло, т.е. как бы военная организация, вот, местная там была у казачества, основная часть украинского казачества осталась верна Петру I союзу с Россией, но при этом с Мазепой было несколько тысяч, около трёх тысяч обычно, его личных наёмников, которым платил как свои гвардии, это так называемые сердюки, под Полтавой их было три тысячи, но в бой они не решили вступить, они пошли в бой, но не дошли. Ненадолго. Они ненадолго, как только шведы ушли, прорвались через редуты, они не стали там прорываться, и они не вступили в бой, вот это три тысячи его наёмных гвардейцев, сердюков так называемых, украинское слово, и запорожцы присоединились, запорожцы, они сейчас героизируются на Украине, что это вот такое, как бы, ядро и дух будущей украинской государственности, но на самом деле это полуразбойничая республика, которая в те годы кормилась набегами на турок, это создавало напряжённость в русско-турецких и в русско-крымских отношениях, и казаков было обычно в это время в Запорожье до 10 тысяч, и вот у них такое было достаточно независимое положение, и они ходили в военные походы, ну вот собиралось определённое их количество, строили вот эти челны и отправлялись в Турцию, ну могли и в Польшу сходить, могли и в Крым, т.е. логика у них была уголовная, а не какая-то, может быть, можно сказать, полууголовная, да, полууголовная, можно сказать, но в всяком случае понятия чести у них не присутствовало, они, это объективно, я это изучал, т.е. они выступали союзниками того, с кем можно было пограбить, и что они там принесли кому-то присягу, и сколько раз её приносили, не волновало их, создались новые условия для измены, а вот держать в тяжёлых условиях клятву – это понятие чести, и в общем-то всё, вот у уголовников, насколько я знаю, это не присутствует, ну у них там своя какая-то уголовная честь, понятие, так сказать, с чем я плохо знаком, но вот то, что я знаю, запорожцы не подпадают под понятие вот таких в полном смысле честных граждан, это полууголовное такое вот. Ну конечно, существовали традиции определённые. Да, определённые традиции, совсем, конечно, вот их в бандиты записать тоже было бы слишком, но это вот такие полуразбойничье такое гнездо. И вот они до 7 тысяч, их собиралось там под Полтавой, они выступили с союзниками, ну в соответствии со своим образом мышления, союзниками Мазепы. И вот при Мазепе было до 10 тысяч, 3 плюс 7. А обещал, если он не изменит память, минимум 30. Да-да-да, он обещал, наверное, и минимум 30, и в принципе обещал, что вот он за собой поведёт всё украинское войско. Видите, только наёмники и только запорожцы с полууголовной психологией. А вот нормальные люди, у которых психология обычных людей, которые там платят подати, которые являются гражданами вот этой страны, царём которой выступает Пётр I, они не поддержали. А сколько было всего украинского казачества? Ну, вопрос спорный, но не более 50 тысяч, так, от 40 до 50 тысяч. Украинские казаки участвовали в Полтавском битве? Они пришли. В резерве были. Да, они, так сказать, заняли определённую позицию, и Пётр I ждал их присоединения, и на следующую позицию в 5 километрах от шведского войска перешёл только когда новоизбранный украинский гетман Скоропадский прибыл, т.е. он придавал большое значение приходу украинцев, и на Полтавском поле их было аж 16 тысяч, 10 тысяч пехоты и 6 тысяч конницы, но при этом в баталию они фактически не вступили, они стояли здесь же рядом, и шведы видели построившееся украинское войско. Шведов распользовал как психологическое давление. Да, они вдоль балки Побиванки, Побиванки или Побиванки разные есть написания, там они располагались, и они построились, к битве шведы видели, там стоят украинские казаки, но в битву фактически они не вступили, ну хотя вот было важно, что они там стояли. А вот ещё про то, что сделал Пётр, и про пиар 18 века, насколько я помню, была организована торжественная церемония лишения мазепы гетманства, и потом торжественная церемония избрания Скоропадского, чтобы всем показать, чтобы по всем правилам изменника прогнали, нового легитимного гетмана избрали. Чучело мазепы повесили, потом орден Иуды, тяжёлый, весом больше пуда, сделали вот в виде таких верик, чтобы он мучился, но его не догнали, его не догнали, и для психологии вот этих запорожцев что интересно, когда они уже в битву, они, значит, пошли, и очевидцы описывают, шведы вот завязали сражение на линии редутов, а украинские казаки малороссийские шли вторым эшелоном, и в битву не захотели вступать, и офицеры там направляли им в грудь шпаги, призывали идти, но они не пошли, а когда из леса там соседнего показались с гиком и криком, и вот такой это записал один свидетель, как он писал, калмыки, но он часто не разглядывал, кто там был, казаки или калмыки, но, в общем, лёгкая какая-то конница, и они поскакали на украинцев, и те и с ними не вступили в бой, и потерь среди украинцев не было, даже пешие бежали так быстро, что их не догнала русская лёгкая конница. Вот их всё участие в битве. Ни один малороссийский казак не перешёл вместе с людьми мужественными, со шведами, через линию редутов не вступили они в баталью, они бежали вот туда, к обозу, а когда уже поражение состоялось, от шведского лагеря они бежали к Днепру, первыми через него переправились, через Днепр, более того, они предали Мазепу, когда они там отступали, вот такой Станислав Понятовский, отец будущего короля Понятовского при Екатерине Второй, он был современник Екатерины Второй, он писал, что эти около трёх-четырёх тысяч запорожцев, которые там были, которые бежали вот эти малороссийские запорожские казаки, на другой стороне уже Днепра, они подняли бунт, чтобы схватить Мазепу, выдать его русскому царю и получить себе прощение, но Мазепа там знал психологию запорожцев, он на них много раз отрицательно высказывался как разбойник, как бесчести, который живёт по понятиям, вот, он не был с ними, он это понимал, вот, и он был под защитой шведов, и удалось конфликт, вот не пошли трусливо на конфликт со шведами, вот эти несколько тысяч малороссийских изменников и запорожцев не пошли на конфликт с шведами, настоящими воинами, и вот как-то так мятеж улёгся, и вот эти запорожцы и украинцы пошли к Бендерам, а Мазепа пошёл без украинцев, он их боялся, знал, что понятия чести не существует, знал, что выдадут при первой же возможности, знал, что присягу не держат, вот, и он вместе с Карлом XII без украинцев двинулся в то место, где даже лодок они могли для переправы не найти, они там случайно нашли эти лодки, украинские-то казаки пошли туда, где был удобный путь к Бендераму, а эти вот вместе с украинцами, они боялись, что их захватят, и они пошли очень неудобным путём, где они с трудом нашли лодки, чем чтобы переправиться через вот этот Днепровско-Букский лиман, ну там вот река Бук, вот, и через него, чтобы лиман, который был в его устье, переправиться, его не переплывёшь, там несколько километров было, они с трудом раздобыли лодки, захватили их у турок, которые приплыли к ним продавать продовольствие, они их там, эти лодки, захватили, и сумел Карл XII переправить какую-то часть своего отряда, ну, в общем, короче, это был путь к катастрофе, но я говорю к тому, что Мазепа видел, знал и понимал, его схватят и выдадут, вот, он этого не хотел, потому что казнь была бы очень страшная, к ней готовились и так далее. Ну, мы немножко вперёд забежали, давайте вернёмся назад, вот Мазепа изменил, в столице Гетмана был город Батурин, из которого Мазепа уехал, а к нему подошёл ещё не совсем понимавший, что Мазепа изменил, сомневавшийся в этом Александр Данилович Меньшиков, и дальше произошло так называемое разорение Батурина, о котором на Украине сейчас очень много пишут, как о страшном владеянии, расскажите, пожалуйста, что там произошло. Ну, с удовольствием, Батурин, детманская столица, крепость небольшая, размером с футбольное поле, там много чудесного пишут, но люди не все специалисты в военной истории, типа чуть она не неприступная была, она была такой, что быстро бы бралась регулярной армией, там женщины всякие пишут об этом, понимаете, вот они посмотрят и делают вывод, ну надо же каким-то образованием там для этого обладать, чтобы такие выводы делать. крепость для взятия несложная регулярной армии, но там были значительные запасы, мирное население какое-то там было, очень скучное на небольшом очень пространстве, и крепость, в общем, взяли примерно за два часа русские солдаты, и там прорвались, одно такое место было в крепости, и вот, которые очевидцы смотрели, вот такая ложбинка была, видите, в эту ложбинку русские солдаты ворвались, и вот там было такое впечатление некоторое, что они как ангелы оттуда выпархивают, вот они были вот сверху на этой плоскости, и там вот эта ложбинка не видно было сбоку, они вот тут вот как выпархивали оттуда, как ангелы, так сказать, и, ну, естественно, деревянный город, он же не каменный был, начался, естественно, пожар, это же артиллерийский разорвался, естественно, местное население, как казаки, казаки стали гибнуть, и часть там бросилась из крепости, часть задохнулась, погибла, но что, обычная ситуация для военных, сейчас вот очень любопытно было, один альбом смотрел, там, раскопки Батурина были, ну, и, значит, любопытно, как вот люди, сторонники этой резни, как они смотрят на этот альбом, ну, там вот откапывают, например, один костяк мне показывали, смотрите, какие ужасные русские сожгли Батурию, ну, там какой-то костяк женщины украинки, у неё тут на черепе сохранилась вот эта, ну, в украинском духе, ну, металлическая вот такая, какой-то маниста многоцветная, она похоронена по всем правилам, причём здесь резня, но это в этом альбоме, и всё это мне показывали, как такую особенную такую картинку, смотрите, какие вот, это же недочеловеки какие-то. Насколько я помню, вот у Николая Ивановича Павленко, у него описывается, что в Батурине часть гарнизона была верна Мазепе, а часть гарнизона, наоборот, сохранила верность Петру, и вот эту ложбинку, про которую вы говорите, показали как раз именно верные сторонники. Да, совершенно верно написано у Николая Ивановича Павленко, вот об этом написано, но что можно сказать, что значит резня, идёт война, они изменили, обстреливают русских из крепости, берётся крепость, крепость оказывается в сопротивлении, из пушек они стреляли. Вот понимаете, тут вот рассчитано не на мысль, а на эмоции, на эмоции, причём рассчитывают, что целая нация, она без мысли, как бы не способна мыслить, вот эти альбомы сдают, вот я смотрю, какая тут резня-то, по всем правилам похоронена женщина в богатом убранстве, вот какая-то, вот смотрите, ну подавалось типа как вот цивилизованных украинцев женщину, видите, она, наверное, не во время этой резни, конечно, погибла, это вот она в спокойной обстановке, умерла женщина, никто вечно не живёт, её похоронили богато, раскопали теперь националисты, украинские археологи, и вот, ну подают, как смотрите, вот цивилизованную высоко Украину, вот русские варвары, вот они вот видите, что они там делают, но это не мысль, это эмоции, это отсутствие мысли, понимаете, ну вот что делать, в многих вот легко вот так вот водить, вот куда надо. Давайте к Полтаве вернёмся, насколько я знаю, было ещё до подхода основных русских сил было несколько штурмов Полтавы, и местное население вместе с гарнизоном сумело эти штурмы отразить. Да, 7 батальонов вёл Пётр Первый в Полтаву, когда создалась угроза этой крепости, был туда иностранный инженер, послан примерно за полгода до вот этой Полтавской битвы, и там он укреплял Полтаву, и боевое такое содружество получилось, вот основной части малороссийских казаков, которые не изменили, в отличие от запорожцев и сердюков Мазепиных, вот, они там вместе вот с этими 7 батальонами держали оборону крепости, русские покупали у них товары, штурмов было несколько, нижнюю часть Полтавы или южную шведы сумели занять, но это предусматривалось, что в случае такого тяжёлого хода осады крепости нижнюю половину… Это посад, что ли, или что это? Ну, типа посада, но он тоже был обнесён укреплениями до оврага, такой там был овраг, и вот верхняя часть над оврагом, да, она никогда не сдалась, именно там решили уже это защищать. И вот, т.е. Полтавская крепость не капитулировала, Полтавская крепость не капитулировала, факт боевого сотрудничества вот этих украинцев, это очень важно, поэтому я повторяю, оставшихся верными Петру I и русских солдат он налицо. И кроме Полтавского полка, там ещё украинцы из других полков были, это зафиксировано документами, т.е. они тоже там забежали, так называемые, они тоже прибежали в Полтавскую крепость и, так сказать, помогали её обороне. Т.е. вот верность, пожалуйста, присяги, вот у многих это действовало, не все предавали, и несколько штурмов было отбито, крепость деревянная, если бы Карл XII принял решение взять её с помощью массированного штурма, она была бы взята, Пётр I это тоже, как военноспециалист понимал, и в этом случае было такое указание, что крепость гибнет, люди побегут к реке Ворскла, там их будут встречать, помогать им переправиться через реку Ворскла, на другом берегу были уже русские войска. Т.е. ну, конечно, это вот такой план эвакуации, он большими жертвами был, чреват, шведы бы атаковали отступающий гарнизон крепости, но было понятно, что крепость деревянная, не столь сильная, шведы при желании её взять могут. Но Карл XII намедлил по своим каким-то соображениям, штурмы не были такими сильными, оставалось у него и мало пехоты, кроме того он пехоту берёг, и вот крепость сыграла даже свою роль в Полтавской битве, потому что, согласно указания Петра I, русские вышли батальон из крепости и атаковали шведский отряд, остатки отряда генерала-майора Рулса и содействовали его взятию, т.е. гарнизон Полтавской крепости тоже в Полтавской баталии участвовал, и он сыграл свою роль, поскольку малоросы, они видели, что Полтава, слабая крепость, сопротивляется, стоит при поддержке русских войск, Пётр I рядом за рекой, он не желает допустить сдачи города, Пётр I защищает украинцев, т.е. это был такой пример, и Пётр I не желал ни за что, ведь у него русское мышление, ни за что сдавать Полтаву, т.е. это всегда он предусматривал, что Полтавскую крепость не сдавать, т.е. её в любом случае поддержали бы, если бы был вот этот критический момент последнего штурма, либо какая-то диверсия была бы организована, либо вот на другой берег Ворсклы переправились русские войска и ударили там по шведам, либо вот поддержали эту эвакуацию, когда бы оставшиеся защитники побежали к Ворскле, их бы поддержали там. Мы ещё забыли про битву при Лесной упоминать. Битву при Лесной, да, Пётр Великий со свойственной ему любовью к каламбурам назвал её матерью Полтавской баталии, потому что между ними 9 месяцев, между 28 сентября 1708 года и 27 июня 1709 года 9 месяцев. Ну и кроме того, мать Полтавской баталии, она, конечно, ещё и потому, что поражение потерпел отборный корпус шведского генерала пехоты Адама Левенгаупта, «Львиная голова» в переводе с немецкого, он и по-немецки говорил, и по-шведски, Левенхувут по-шведски, т.е. «Львиная голова». Ну, похож был, у него такой то ли парик, то ли собственные волосы, вот такая грива просто, грива, шевелёра вот таких волос, похож был, конечно, на льва, рождён был в военном лагере, когда шведы осаждали Копенгаген, но вот эта «Львиная голова» вела отборный корпус по новым данным 13 тысяч отборных шведских войск от Риги, рижского генерал-губернаторства на соединение с главной армией Карла XII. А что ещё было в этом корпусе, что они везли, продовольствия, вооружения много? Да, артиллерия, порох, продовольствие, оно имело, так сказать, такое свойство быстро заканчиваться, я не думаю, что то продовольствие, которое они привезли бы, помогло бы шведской армии, они двигались несколько месяцев, столько просто не взять этого продовольствия. Ну, пишут в научных книгах, что продовольствие везли, ну, продовольствие везли для себя в основном. Порох вот, вооружение, артиллерия, а главное – 13 тысяч великолепного боеспособного войска. Если бы они присоединились и участвовали в Полтавской битве, соотношение сил было бы совсем другое, и, думаю, и рисунок битвы был бы совсем другой тоже. Трудно тут даже гадать, потому что в Полтавской битве Карл XII имел ко времени Полтавской битве строевого состава боеспособного 24 400 человек, из них в битву взял только 17 тысяч, то есть, понимаете, это почти столько же, сколько он повёл в атаку, да, т.е. это бы меняло сам характер в грядущей баталии, и трудно даже предполагать, что бы было бы, если бы эти войска присоединились. И вот они были разгромлены равными силами, 13 тысячами отборных русских войск, гвардии, вот этой гвардейской бригады, ну и другие полки. Потом только, когда баталия уже закончилась, присоединились там другие подкрепления к россиянам, драгунская конница, в общем, равными силами в свирепой битве многочасовой, примерно с 11 часов утра и до 5, так сказать, шведы были отброшены, укрылись за повозками лагеря своего походного, туда и россияне ворвались, но очень рано стемнело, там непогода началась, стемнело, и вот это, так сказать, разорение шведского лагеря пришлось прекратить, ну а ночью шведы ушли в кромешной тьме, там было совершенно ничего практически не видно, ну вот они ушли, и часть ушла шведов обратно, их не преследовали в Ригу, ну около полутора тысяч человек считается, и к шведам… К Карлу. Нет, в Ригу, они откуда пришли, а к Карлу половина только присоединилась, даже меньше половины, 6 тысяч человек округлённо, без артиллерии, без обоза, без пороха, у некоторых оружия не было, и они в таком животном ужасе бежали, что вот эти пехотинцы отборные, они из телег, из обоза выпрягали лошадей, садились на них, пришпоривали, и вот русские их не догнали. И Карл XII неделю был в тяжёлой депрессии, вызывал одного участника баталии прапорщика, чтобы он рассказывал об этой баталии, ещё переспрашивал, задавал вопросы, но так и не осознал, что русская армия уже другая. Он вот, видите, он вот, как один историк писал, пользовался таким набором достаточно простых принципов, никогда их не менял, гибкость ему не была свойственна. И, в общем, опять-таки верно утверждение Пушкина, он мальчик бойкий и отважный, видите, вот, а самодержавным великаном, как Мазепа рассуждал с Орликом накануне баталии Полтавской, согласно Пушкину, ему, конечно, мириться с силами было невозможно. Он вот, понимаете, после этого, ну, что бы я бы сделал? Ну, я бы всё-таки развернул войска и в Польшу отступил, пока там Карл XII не мог пойти на это, ведь он и дошёл до того, что полностью эту великолепную армию потерял, понимаете? Ну вот, давайте ещё раз подведём итог перед Полтавской битвой. Что сделал Пётр? Изнурил Карла, не дал соединиться с великолепным боеспособным войском, лишил его обоза. Синдром поражения принесли, тем более эти. Да-да-да, разлагающее влияние, безусловно. Выиграл информационную войну на территорию Украины, не дал Мазепе мобилизовать местное население в борьбе против... Да, оно и не хотело мобилизовываться, ведь только запорозцы были сердюки. Да, но там сыграло, я думаю, что всё-таки сыграло большую роль в том, что Пётр обнародовал, были, по-моему, были перехвачены документы о согласии Мазепы на возвращение в состав Польши. До людей это было доведено, да. Вот, это сыграло большую роль, и таким образом Пётр, как политический деятель и военный деятель, создал те неблагоприятные для Карла обстоятельства, в которых и развернулась Полтавская баталья. Ну а теперь про силы сторон. Про силы сторон можно сказать, что Пётр Великий, создал такой перевес, причём уже великолепных войск, что он вот как кошка, знаете, загнанной в угол мышкой, играл с Карлом XII. Теперь великолепного этого войска Левенгаупта ему не досталось. И если ещё совсем недавно в учебниках дала такая цифра, собственно говоря, другой и не было в учебниках школьных, в энциклопедиях и так далее, 42 тысячи русских войск на Полтавском поле. Ну вот это, как выяснилось, цифра появилась ещё в середине XIX века, дал её историк Корцов. Он просто предположил, сколько могло быть, он сосчитал число полков русских, которые принимали участие в баталии пеших и конных, сосчитал неправильно, ну в соответствии с представлениями того времени, неполные у него очень были данные, ну и предположил, сколько могло быть в полках пеших и конных, умножил и получил 42 тысячи, т.е. это прикидка середины XIX века, с тех пор она везде цитируется, но всё-таки удалось обнаружить в архивах, они и вот в книге в этой опубликованы, в приложении, сколько было в каждом полку, который принимал участие в баталии, сколько конкретно было, в каждом полку было по-разному, ну это жизнь, одно дело, сколько должно быть по штату, а другое дело, сколько там реально есть, и отличия в разы бывают, вот, и выяснилось, значит, что документы есть, определить, сколько было с русской стороны, и вот у меня получилось 57 200 регулярных войск, и казаков, калмыков, валахов, татар, в общем, нерегулярных войск было до 23 тысяч, в общем, можно округлённо говорить, что с русской стороны 80 тысяч было, ну если не считать казаков и лёгкую конницу эту, 57 200. А сколько из них вступило в бой? В бой вступило, что интересно, 42 тысячи, я посчитал их по тому, в каких полках были потери боевые, ну хоть три человека в каком-то полку, значит, он же участвовал, и вот получилось 42 тысяч там с небольшими сотнями человек, это удивительно, но остальные-то стояли рядом… Ну, понятно, резервы. …в виду, да, иногда там в сотнях метров, в полукилометре, они были под рукой, они тоже участники баталии. Так, а у шведов что было у нас? А у шведов было, если исключить коллег, инвалидов, больных, строевых… Минуточку, мы же не исключаем коллег, инвалидов и больных из русского войска, там же они тоже были, я думаю, надо учить всех. Тогда 26 400, если убрать небоеспособных, то 24 400, значит, 24 400… Это шведы только. Шведы, да, шведы, но 7 тысяч запорожцев, до 7 тысяч запорожцев, и вот 3 тысячи охранников… Сердюков. …сердюков Мазепы, они реально ведь в битву пошли, но не дошли, это десятитысячное войско. И Карл XII, как это охарактеризовать, в битву бросил, когда, начиная с античных, военных, теоретических трудов, писалось, что когда генеральная баталия нужно всех собрать и бросить в битву, он там в разных местах под Полтавой оставил полк один, на переправе там далеко, ниже по Ворске 1800 человек оставил, конницы оставил 4 300 для охраны обоза, вот. То есть, получается, что… Что распылил ещё силы. Он распылил силы, он в баталию бросил 17 тысяч, т.е. примерно так, на скидку, 1 треть войск он своих не взял, 17 тысяч против 57 200 человек россиян. Ну, вот как это оценить, не, так сказать, не замедлять темпы наступления, говорят те, кому Карл XII очень нравится, но, с другой стороны, это в два хода логика, он предполагал, прорвавшись через линию русских редутов, штурмовать земляной лагерь русской армии, где была основная часть пехоты и основная часть артиллерии, так называемый ретраншемент. Перед ним был, ну, успели выкопать небольшой ров, успели там реданы сделать, артиллерию поставить, и вот там приходилось бы брать эту земляную крепость. Без артиллерии, получается, вот брать крепость, в которой большое русское войско. Тумно ли это? Мне кажется, что даже второй ход, вот так сказать, в два хода и то с трудом, как и Мазепа комбинации выстраивал Карл XII, ведь это же проблема сразу же, когда они уже во время баталии подошли к ретраншементу, они увидели, а что можно сделать-то, русские укрепления, пальба идёт постоянная. А они знали, что там земляная крепость? Знали, постоянно она видна была, потому что караулы перекрикивались, русский лагерь от шведского в пяти верстах, и вот эти караулы, они перекрикивались, подзорную трубу всё видно, и вот передовые посты, они там дразнили друг друга, всё было хорошо видно. В общем, русские там показывали, что вот, сдавайтесь типа там, вот водку вам давать, вот эти какие-то тут, хлеб там будем давать, ну и так далее. Ну, в общем, куражились друг над другом шведы и россияне. Я думаю, это просто обычная самоуверенность, потому что обычно Карл XII выигрывал малым числом все свои сражения, и он думал, что здесь будет история аналогичная Нарвии и всему остальному. Да, и Калишу, и другим вот подобным событиям, но недооценка противника, вот она многих, как говорил Пётр Великий, в пагубу привела, и это соотношение сил в личном составе, видите, Пётр создал преимущество, и это его заслуга, и это одна из причин того, что малой кровью была победа одержана. Но дальше вообще удивительные факты. В артиллерии Пётр понял её значение в то время, превосходство было примерно в 70 раз на русской стороне, потому что хотя у Карла XII была 41 пушка, к 7 из них не было зарядов, т.е. у него было 34 пушки, 34 пушки он мог взять в баталию. Он берёт 4 пушки для атаки из 34, причём небольшие, полковые, ну, калибром трёхфунтовые, это, ну, примерно 7,5 мм, вот такие примерно ядра там, картечь могли из этой пушки вылетать. Всего 4 пушки из 34, то же самое, как и с личным составом. Генеральная битва, которая должна решить, быть Швецией великой или всё-таки откатиться в разряд держа 2-го, 3-го ряда. А Пётр I в учебниках недавно ещё, вот как спустовала цифра, 102 пушки у него было, но тут выяснилась существенная недооценка, вот по архивам, в первую очередь по архиву артиллерийского музея удалось выяснить, было ещё 160 переносных 6-фунтовых пушек, они могли двумя человеками легко носиться, очень удобные пушки переносные, они не учитывались, это вот мне удалось по архивам найти, и до этого было очень неясно. Шведы все писали о том, что ужасный был подобный граду огонь русских орудий ещё на линии редутов, а по документам там вот до того, как я занялся этим сюжетом, там только 2 русских пушки у Белгородского полка. Что же шведов в ужас привело? Оказалось, что на редутах, в ретраншементе, а также могло сопровождать передвигающиеся войска было ещё в русской армии под Полтавой 160 переносных пушек, они очень эффективны, можно было стрелять, правда, на небольшое расстояние, раз они, ну, порядка, предположим, 10 килограммов весили там, вот, либо 6-фунтовой гранатой, гранаты потом разрывались, это был такой, ну, надульник металлический, либо 3-фунтовым ядром или картечью, они вот такие универсальные, у шведов тоже было таких 7 пушек, но у нас 160 шведов 7, и в атаку они их не взяли. Они были на редутах и в других местах. Кроме того, ещё 20 пушек было, оказывается, тоже системы корчмина, такого русского артиллериста-новатора, образец есть в артиллерийском музее тоже, на полковую пушку там надульник вот такой приваривался стальной, можно было либо 6-фунтовой гранатой стрелять, либо 3-фунтовым ядром и картечью, либо как из пушки полковой обычной, либо гранаты метать, вот, 6-фунтовые большего калибра. Таких ещё 20 пушек было, и вот если всё это прибавить, и можно прибавить и 28 пушек Полтавской крепости, они стреляли во время баталии, получается 310 пушек, а на Полтавском поле – 282, без 28 пушек Полтавской крепости, т.е. пушек было против 4 шведских, взятых в атаку, было 282 или 310. На что вообще Карл XII рассчитывал, непонятно здесь. А может быть, у них не работала разведка, может быть, они не имели реального представления вообще, с кем они, может, они думали, что у них целых 4, а там, может, одна или вообще нету? Вот вы подошли к следующему существенному вопросу, поэтому немножко оговоримся. Личность Карла XII, во что он верил и что? Что он из себя представлял? Мы об этом уже немножко говорили, но в данном случае я пришёл к выводу, что он верил в судьбу, в своё предначертанное, так сказать, с небес предназначение, в свой путь, который прочерчен, счастливый для него, его фактически нельзя изменить. Какие тут свидетельства? Он верил в цифры, в нумерологию по-современному говоря, я тоже вот в нумерологию верю, но я и сам работаю на создание этих предпосылок, цифры мне тоже многое говорят, и всё, ну что делать, вот так у меня. И Карл XII в это уверовал, и он уверовал в число 4, вот раз мы, 4 пушки он взял. Логикой военной это не объяснить. А чем можно объяснить? Он верил в совпадение. При Калише в 702 году, 8 июля, у него тоже было 4 пушки, и он разгромил саксонско-польское войско, это была генеральная баталия против поляков и саксонцев. Ну, как бы значение у него нашей нарвы, для русских нарва, для поляков и саксонцев – калиш. Там 4 тоже пушки у него было, и под Полтавой 4, он, видимо, думал, что потом будет в учебниках изучать вот какой пушками традиционный его замысел, вот он проложил новое направление в военном искусстве, не получилось. Пушек очень даже не хватило. Более того, он прусский король Фридрих II Великий, он, как и другие военачальники выдающиеся XVIII века, подробно Полтавскую битву изучал, вот Морец Саксонский тоже и опыт использовал. Да, вот у нас выступал Олег Валерич Соколов, он как раз подробно рассказывал о том, что Морец Саксонский с огромным уважением отзывался о Петре Великой. Да, у него там несколько страниц о Полтавской баталии, и он из Полтавской битвы взял в сражение при Фонтенуа, крупнейшему и важном в европейской истории XVIII века, сражении 1745 года, он взял опыт Петра I, он пишет об этом опыте в своём сочинении «Мои мечтания» Мон Ревери, он пишет о том, что вот эти редуты впервые в мировой истории, вот их систему как основополагающий фактор успеха применил впервые в европейском военном искусстве Пётр I, вот уже Морец Саксонский вторым применил при Фонтенуа в 1745 году. И вот возвращаемся к Карлу XII, к его мистицизму и излишней вере вот в эти предсказания числовые. В сражении при Двине, при форсировании Двины, он победу одержал 8 июля 1701 года. В сражении при Калише год спустя он победу одержал 8 июля 1702 года. И я упомянул пурского короля Фридриха II Великого, который изучал Полтавскую битву, затем я его упоминал, что он написал в одном из своих трудов, что он не может понять, почему Карл XII не атаковал русскую армию, когда она перешла на новое место и стала строить вот этот земляной лагерь и редуты 25 июня. Русская армия передвинулась, у неё нет укреплений, она не заняла удобных позиций, и он пишет, это уже слишком, когда Карл XII не атаковал русскую армию, вот когда она перемещалась на новую позицию в пяти верстах в пяти километрах от шведов, но шведы, они очень ласково пытаются всё-таки к Карлу XII относиться, и вот такой выдающийся историк Полтавской битвы Питер Энглунд, он известный, да, его книга переведена, русский язык великолепно написанная, она в Швеции, в Британии, там, в России издавалась, и вот он пишет традиционную для шведов мысль, что Карл XII и 25-го ещё плохо чувствовался после ранения вот в пятку 16-го июня, то есть, ну, есть документы, есть свидетельцы современников, ему 25-го июня в полдень доложили, русская армия занимает новые позиции в пяти верстах, тоже можно было, один из генералов пишет, наблюдать и в подзорную трубу, Карл XII доложили, всё, и он 25-го июня не атакует русских, Пётр Великий, ну, он верил в Карла, верил в его полководческий талант, он объезжает войска 25-го, 26-го, лично объезжает, выступает со словами одобрения, ободрения, извините, т.е. он ожидает нападения, это ещё не речь его, но слова ободрения, ездит по войскам, он понимает, что сейчас вот может всё совершиться, если Карл XII будет гением, вот гениальности как бы не обнаружилось, и даже простая полководческая логика, удивлялся не только Пётр I, ожидавший атаки, Полтавская крепость была в тяжёлой ситуации, он уже посчитал, что нужно передвинуться, получил такие сведения, что, ну, может крепость сдаться, ну, не сдаться, а погибнуть, Фридри II и Пётр Великий, все считали, что нужно атаковать, и Карл XII не атаковал, но ему сообщали, и ничего не пишут, современники сообщали, что он в таком уже состоянии крайне тяжёлом, почему он, я в последней своей работе, ещё не опубликованный, вот наконец-то это до меня дошло, история, ну, это тяжёлая наука, иногда десятилетиями думаешь над некоторыми вопросами, ну, наконец-то меня дошло, я в этой книге просто это упомянул, а сейчас дошло, почему? Корень в его личности, мне кажется. То есть, он ждал 8 июля? Великолепно, в истории не зря получили вот гуманитарное высшее образование, потому что вот у вас сразу же тоже это, он ждал этого, потому что 27 июня по новому стилю будет 8 июля, и он хотя вот думал, ну, тут как бы наоборот немножко получается, но тоже вот эта связь между двумя стилями, старым и новым, тоже как бы, хоть и не по старому стилю 8 июля, но зато по новому. Ну, вот оказалось, стиль-то другой уже, нумерология не сработала, понимаете, я не с темором говорю это. Это я просто, мои расчёты, я просто пытаюсь понять, как он думал, потому что военная логика, и он был военным человеком, предполагала удар 25-го, а он ударил на рассвете 27-го, совершенно наивной надеждой на внезапность. Русская армия в 5 километрах от шведов. Понятно, что нападения можно на любом рассвете ожидать, завтра, послезавтра или послепослезавтра, но это очень вероятная возможность. Войска там, поэтому, конечно, в одежде спали и всё прочее, и лошадей не рассёдлывали, только немножко там подпруги ослабляли и так далее. И какая там неожиданность? Очень даже ожидали. И потом армия же сообщили, что обоз двинулся с соседнего разорённое селения Пушкарёвка, примерно в 5 километрах от шведского лагеря. И Мельщиков пишет 26-го, что в ближайшее время можно ожидать сражения, либо сражения, либо шведы уйдут. Но он предполагал Мельщиков, что умный Карл XII, что он уйдёт, как и думал, и советовали ему его генералы. Но видите, вот он упертый. Давайте про ход сражения. С удовольствием. Я тут как подведу ещё итог, что вот таким образом факторы победы вот такой малокровной – это превосходство в численности личного состава – раз. Два – превосходство в артиллерии, как считать, можно говорить даже и в 70 раз, если вот, ну, разные соотношения. И фортификация. Шведы атаковали русские укрепления. А Пётр сам, я так понимаю, спроектировал куда-то укреплённую систему. И как я вот в своей книге называю, это у русских была наступающая крепость, она постоянно приближалась к шведам, оттесняла их. И вот в той прогалине между двумя лесами, где атаковали шведы, ну, примерно полтора километра, узкая достаточно прогалина, там система из шести поперечных редутов была построена, и под углом в 90 градусов посередине ещё отходило в сторону шведов четыре продольных редута. Как вот удалось в этой книге показать, помимо ретраншемента, к югу от него ещё было несколько русских укреплений, где Пётр аж 10 батальонов разместил, вот это до выхода этой книги было неизвестно. Вот мои книги о Полтавской битве. Но это по документам. Когда стала ясна полная картина, сколько же там было войск, а где эти 10 батальонов? И вот выяснилось, что они прикрывали подступы с юга к ретраншементу, чтобы шведы внезапно не атаковали ретраншемент. И вот переходим к баталии. Таким образом, предпосылки созданы. Замысел шведский – на рассвете прорваться мимо десяти редутов, не ввязываясь в баталию с ними, и атаковать русский ретраншемент. И русские при этом побегут, и вот рубить их, колоть до реки Ворскла. Они побегут к реке Ворскле, к Бродам, ко мосту, и вот их рубить, колоть, торжествовать победу. Видите, сколько здесь ошибок. Систему редутов преодолеть – это не так просто. За редутами русская конница стоит, 21 тысяча стояла за редутами в полной боевой готовности. Ну, не спали люди, если только может чуть-чуть там у коня вздремнуть, прикорнуть, забыться на полчасика. Дальше – ретраншемент, где основная часть пехоты и значительная часть артиллерии. Вот такой расчёт, видите, и без артиллерии ещё при этом, с четырьмя пушками, с четырьмя против 282. Видите, вот как вы считаете, это очень умный замысел или нет? Не выходит. Не выходит, по-моему, не только гениального, как многие историки пишут, поклонники Карла XII, но, по-моему, даже просто умного замысла не получается. И у меня всё это объективные цифры, которые заставляют переосмыслять, переоценивать роль Карла XII. Кстати, историк западной современной Ленинг, он Карла XII на 97-е место в списке выдающихся великих полководцев мировых ставит, а Петра I на 17-е, так что… Ну, я думаю, причина-то, в общем, мы её уже неоднократно назвали, и помимо нумерологии и всех прочих субъективных причин, возможно, это было общее место для, в принципе, западных представлений о России, руководствовались опытом предшествующих сражений, в первую очередь, битвы при Нарве. Точно. Вот. В этом… Совершенно верно. Карл XII просто не понял, что поменялось за эти 8 лет. Ну, мы говорили и о баталии при Лесной, неделю целую думал, всё, и не понял. Я думаю, что поскольку при Лесной его самого не было, он думал, что либо ему врут, что-то там не так, кто-то ошибся, кто-то… Всё на Левенгалта сваливали. Да, 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 кто-то был неправ, а тут, поскольку он сам лично всем командует, сейчас вот он разберётся. Главное, чтобы быстротна натиск… И предрасположенность небес, так сказать, к нему, а не к Левенгалту, которому не везёт. Так, ну вот, вот эти 17 тысяч рванули. Да, причём тысяча валахов, конный такой, ну, полк считается практически регулярным, рвануло вдоль Ворсклы, чтобы сполошить русских, что якобы шведы будут нападать вдоль Ворсклы на русский земляной лагерь, это траншемент. Они первые, ещё в предрассветном сумерке, в сумерках предрассветных напали, вот на русские укрепления, там досталось там некоторых редутах нашим, вот, вот эти валахи, ну, т.е. это по-современному молдаване и румыны, конники лихие того времени напали, это одна тысяча, и основные силы 16 тысяч, значит, 7800 пехотных. Я уже обращаю, они были наёмники или откуда они в шведской армии, молдаване? Наёмники, наёмники, значит, и 16 тысяч, основная часть шведов, она ринулась вот в эту прогалину между двумя лесами, где 10 редутов русских, это 7800 пехоты, 8200 конницы, ну, и тут ещё 30 человек к пушкам, к этим артиллеристов, они ринулись, как Пушкин писал, «сыны любимые победы, сквозь огонь окопов рвутся шведы». В 4 часа утра, увидев, ещё они не знали, что в ночь построены эти 4 вынесены вперёд редута, Карл XII, генерал-фельмаршал Рёншильд и генерал пехоты Лёвенгаупт провели вот такой совет мини, и в 4 часа утра был отдан приказ вперёд, значит, вот этот приказ атаковать, и должны были шведы проскочить мимо редутов, но в редутах в реальных цифрах 3800 солдат, это замкнутые земляные укрепления, большое число артиллерии, первые два редута шведы взяли, от третьего были отражены, первые два были недостроены, от третьего были отражены, взять не смогли, завязалось сражение за редутами… А сколько всего было линий редутных? Вот вы говорите, первая, вторая, третья, сколько там ещё? Там, значит, в этой прогалине 6 редутов поперёк между двумя лесами, леса причём для пехоты непроходимые, чтобы вот там не потерять строй, и 4 редута вынесены вперёд, вот такая была, так сказать, буква «Т», ножка, обращённая к неприятелю, и вот первые два они взяли шведы, остальные взять не смогли, и мимо редутов в промежутке они проскочить не смогли, два батальона обошло редуты по лесу слева, а остальные батальоны справа, т.е. они… значение редутов какое, они не смогли прорваться, такая система огня была через эти… и только два из десяти взяли недостроенные, а за редутами русская конница, как удалось вот найти документы, 21 тысяча, против 16 тысяч русской конницы 21 тысяча, конников шведских 8200, а у нас 21, ещё были другие резервы, но вот тут сражалось, считалось только 16 или 17 полков. Вот я в своей книге показываю, так думаю, что это просто историки пользовались недорисованными такими подготовительными картами, оказалось, что согласно документам делопроизводства, конных полков там было больше, и вот сохранилась ведомость их с указанием даже, сколько погибло в каждом полку, сколько осталось после баталии, сколько без вести пропало, получилось там 21 тысяча. И сражение там было на линии редутов только… вот сражение было два часа, и отступили русские только по команде Петра Первого, там командующий русской кавалерией был тяжело даже ранен в бок холодным оружием Рене, и русских шведов не смогли опрокинуть, вот показатель. Тем не менее, задача была шведов за линию редутов завлечь вот в эту ловушку на Полтавское поле перед русским ретраншментом, и русская кавалерия отступает по приказу. Шведы там, Энглунд и так далее расписывают, как шведы пустили вскачь коней, преследуя русских. Это было только на левом фланге, там, где русских не было, они уже отступили, и там шведы пустили коней скачь, потому что впереди было чистое поле, русские уже отступили. А там, где рядом с ретраншментом, там шведы тихонечко наступали, потому что они уже получили опыт, что такое русские, что значит русский бой удалый, наш рукопашный бой. Там они, русские отъезжали по нашим источникам медленно, оглядывались, отстреливались из ручных мортирок, и шведы уже не имели никакого желания заново сцепиться, вот, и отступили, вот. Так закончилась первая фаза баталии, закончилась она тем, что прорвавшиеся шведские батальоны, из 18 прорвалось 6, а 6 были отброшены и вскоре уничтожены, бежали, через редуты прорвалось из 18 батальонов шведской пехоты всего 12, два причём настолько потрясённые прорвались слева, что они и потерялись, и вот Левенгалов с 10 батальонами атакуют, пытаются атаковать русский земляной лагерь, согласно замыслу вот этому в кавычках умному баталии, в котором было 58 русских батальонов, включая гвардию. На валах артиллерия, Пётр играл уже как с ребёнком, как кошка с мышкой с Карлом XII, ну, по замыслу битвы вот эти 58 батальонов должны были побежать, но никто не собирался бежать. И они подошли на несколько, ну, близкое расстояние там, порядка, ну, там, 30-40 шагов, трудно так сказать, но почти в упор, и тут их расстреляют русская артиллерия и оружейный огонь. Что шведы? Постояли, постояли немножко и отступили. Хорошо, отступили, они побежали панически. По приказу, да, отступили, они, заряд у них мужества был большой, это регулярное войско с понятиями чести и так далее. И такое потрясение, они отступают на противоположный край Полтавского поля, траншимента, и там у леска начинают приводить себя в порядок у леса, это пехота и конница шведская. И ждут вот эти 6 батальонов, которые никогда к ним не придут, их уже окружили, после боя они бежали к Полтавской крепости, и там в 11 часов утра оставшиеся из 6 батальонов оставшиеся 400 человек были взяты в плен, вот. Это батальон и генерал-майора Рулса, ну, как писал Пушкин, уходит розан сквозь теснины, вот он там. Всего осталось у них 12 батальонов. Послал за артиллерией, с артиллерией уже доставить всё равно нельзя, через редут её никак не доставить. И вот в 9-м часу русская армия после Совета, который Пётр I держал верхом с Менщиковым, Шереметьевым, генералом Аллартом, другими полководцами, русская армия двигается от ретраншемента в атаку, генеральная фаза начинается Полтавской битвы, по флангам конница в середине пехота, в первой линии около 10 тысяч, в второй линии 7,5 тысяч, т.е. две линии. С левого фланга Менщиков командует шестью полками, с правого фланга длинная линия конницы, 11 конных полков и ещё такой генеральный шквадрон, так называемый, полк половинного состава, можно так сказать. И вот эта вот сила движется на шведов, которые ещё ждут подкреплений, у которых четыре пушки. Русская артиллерия, она между полками поставлена, переносные эти пушки переносят солдаты, и полковая артиллерия, это 37 пушек, она тоже катится, в драгунских полках 13 пушек, они тоже стреляют, в гвардейской бригаде 20 пушек, ещё были, я говорил, 20 пушек. Ну, в общем, подавляющее превосходство в артиллерии, и королю сообщают, он там рассматривает варианты, как атаковать дальше, ему сообщают, русские идут. Как идут? Русские идут. Идут, Ваше Величество? И после этого шведы вынуждены были двинуться в наступление, но при таком соотношении сил, что победить уже невозможно, и они в ловушке. И вот в течение двух часов продолжался вот этот бой, в том числе рукопашный, русский правый фланг, конница с правого фланга стала охватывать шведов, выходить к ним в тыл, и вот шведская пехота постепенно так закругляла свой фланг, но когда появилась угроза того, что в тылу у них окажется русская конница, они будут окружены, шведы слева крыла, вот эта пехота побежала. Карлу XII сообщают, шведы бегут. Как шведы бегут? Как это возможно? Карл XII не мог этого понять, но шведы побежали, и побежала пехота, первой побежала гвардия причём. И за русской конницей по флангам стояли ещё казаки конные, они тоже пристроились, они тоже атаковали, шведы пишут, что их атаковали казаки. Это донские казаки? Видимо, донские, там не уточняется в источниках, но пишутся калмыки, казаки, на картах пишется, что там пристроилось по флангам, по крыльям к русской коннице, пристроились ещё и казаки, калмыки по-разному. Ну, значит, были, наверное, и калмыки, и казаки, может, и валахи там были, и в общем, это наступающая русская лавина. Шведская гвардия снялась, её батальоны, и пустилась в бегство по существу одной из первых. Оставшиеся верными, сражающимися на месте шведские батальоны были окружены со всех сторон, ну и кто смог сдаться в плен, тот сдался в плен, а кто не смог, тот уже опоздал это сделать. И решающая фаза, где шведы атаковали и имели надежду прорвать русскую линию, а обратить русских в бегство – это всё полчаса. И причём шведы сделали два залпа, первая сдвоенная линия, потом вторая сдвоенная линия, ну, в четыре шеренги они атаковали, русские стояли в пять шеренг для того, чтобы плотность была больше. И потом началась рукопашная схватка, вот, она была около получаса. А потом уже некоторые шведские части стали в бегство пускаться, отступать, и это уже, так сказать, начало конца. Ну, преследовали шведов, ну, вот, в основном до этого леса, до ручья, который в этом лесу протекал. Ни один швед не побежал в сторону Редутов, такой ужас был, такой эффект от Редутов, ни один, они побежали через этот лес. И вот, по моему предположению, Пётр Первый всё продумал, мои оппоненты говорят, ну, как вы так это думаете, что он всё продумал. А почему не думать? Конфигурация расположения этого полтавского поля, расположение на нём укреплений, воинских частей русских заставляет предполагать, что Пётр Первый предлагал шведам отступление по так называемому Золотому мосту, вот в противоположную сторону от ретраншемента, через этот лес, усиление Малые Будищи. Дело в том, что со времён античности было вот это подмечено, что видя себя в безнадёжной ситуации и видя единственное направление, по которому можно убежать, неприятели войска разлагаются, спиной чувствуют это направление, в этом лесу не было никаких войск. И вот туда шведы и побежали. Не найдено, да, действительно, такого документального свидетельства, что Пётр Первый предложил им вот этот Золотой мост, ну, чтобы их преследовать и получить полную победу, овладеть полем баталии. Но, в общем, нельзя и сказать, что он этого не предложил шведам, этот Золотой мост для бегства, чтобы одержать победу. Конфигурация говорит о том, что он его предлагал. Во всяком случае, по факту, предложение это шведам было. Они пустились на утёк, вот этот лес. Ну и всё, баталия была проиграна. Третья фаза баталии – это около двух часов дня шведы во главе с королём построились в каре, выступили из этого леса и отступили к собственному обозу. Их уже никто там из регулярных войск так плотно не преследовал, казаки их уже там преследовали, и вот эскадроны конницы скакали, но, как пишут шведы, не нападали. Т.е. вот если где-то там отдельные группы шведов подступали, их прихватывали, на кара на это они не нападали. Вот так закончилась эта баталия полной победы. И что важно, что вопрос о потерях тоже был мифологизирован. И ещё хочется что сказать, что много мифов об этой битве. Создано таким петербургским жителем в середине XVIII века Петром Никифоровичем Крёкшиным. В его сочинении о 1709 годе, когда произошла Полтавская битва, Пётр Никифорович Крёкшин, он житель Петербурга, по крайней мере, 1712 года, решил прославлять Петра I в своих сочинениях, ну, как писатель, как выяснилось. И вот Тру I Пётр Крёкшин приписал, что якобы, когда шведы якобы прорвали первую линию русской пехоты битвы, на главной фазе битвы, Крёкшин приписал Петру I, он хотел его возвысить, что со вторым батальоном новгородского полка Пётр возглавил контратаку, и вот этот прорыв шведской гвардии, прорыв русской первой линии был ликвидирован. В реляции официальной 1709 года об этом ни слова. Никакие русские источники об этом не говорят. Написано это, тем не менее, во всех учебниках и до недавнего во всех энциклопедиях. Выяснилось, откуда корни этой истории. Дело в том, что, во-первых, получается, шведы не прорвали первую русскую линию пехотную, пехотную, и это особенно чётко, прямо подчёркивается в реляции, что ни один из батальонов из второй линии в дело не вступил. Об этом говорится в реляции, о битве, в официальной реляции. Это первое. А во-вторых, Пётр I показывал личный пример в баталии, и в зимнем дворце, хранится его шляпа, пробитая пулей, причём большой пулей, примерно 2,5 сантиметра, это пуля из мушкета, очевидно. У виска, шляпа Петра I была пробита у виска, на незначительном расстоянии от царского виска. Более того, на его полтавском мундире, на офицерском вот тут вот щитке медном, вмятина от шведской пули, если бы щитка не было, то здесь область аорты, царь моментально в течение нескольких секунд бы умер. Ну и третья пуля попала в деревянное основание седла. То есть, храброе поведение Петра Великого, его вдохновляющую для войск роль нельзя подвергать сомнению. Но вот этого эпизода как раз с прорывом шведами первой русской линии не было. И вот в книге моей проанализировано, что из имеющихся шведских этого свидетельств, с русской стороны свидетельств этого нету, кроме сочинения Крёкшина, которое является художественным вымыслом, ну таким историческим, художественным сочинением на историческую тему. Два шведы писали, что они русских потеснили, и потом сразу же начали писать, что заметили, что русских скобой такой полукольцом уже окружили, и им пришлось, что они там потеснили русских, их скобой уже такой вот обошли, и им уже приходится обороняться. То есть, то, что они потеснили русских, моментально стало от этого плохо им. И потеснили они только примерно на сотню шагов, пишут два шведа. Ну, а два шведа пишут, что они прорвали первую русскую линию, так пишут они это спустя уже несколько десятилетий. И ещё есть одно известие, в общем, этот человек в баталии не участвовал, но он об этом пишет, ну уже очевидно, какие-то такие героические рассказы, когда он попал в плен, об этом шведами сочинялись. То есть, вот основано на, так сказать, вот таких вот недостоверных, ненадёжных свидетельствах, то, что шведы прорвали первую русскую линию. Кроме того, надёжность свидетельства есть, что они только потеснили русских и сразу же почти перешли к обороне. Эти свидетельства тоже со шведской стороны. Даже сам, в общем, ну, это теперь нужно отставить, вот этот вот придуманный, в кавычках, факт. Крёкшин мифологизировал баталию по многим сюжетам. Например, он Менщикова, который был в ретраншементе с Петром I во время сражения на линии редутов, он поставил во главе русской конницы. В реляции чётко сказано, что командовал русской конницей на линии редутов Рённе, который был там тяжело ранен. Вот, а Менщиков на следующей фазе баталии непосредственно вступил в дело. И, значит, тот же Крёкшин приписывает, что Менщикову было послано три приказа от царя отступить. И он первую не выполнил, потребовал войсками подкрепить, и тут они шведов, он думает, и разгромят на линии редутов. Потом аналогичный второй приказ присылает Пётр I, и опять отказывается Менщиков. Ну, вот разгорячился вот такой вот горячий кавалерист, что было полной правдой. Но неподчинения приказов не было, и Менщикова на линии редутов не было. И вот только по третьему приказу Менщикову удалось укротить его воинственный дух, и русские отступили. Красивые факты, приводящиеся в учебниках, но вымышленные. Вымышленные вот таким интересным, даровитым писателем Петром Никифоровичем Крёкшиным. Что он придумал? Что Пётр I батальон в контратаку повёл новгородского полка. Так, тоже объяснимо, он сам из новгородской земли. Гордился, что житель Новгородчины, но ставший петербуржцем, по крайней мере, с 712 года он уже в Петербурге жил. И вот он хотел показать, что новгородцы, его земляки, решили судьбу Полтавской баталии. Именно батальон новгородского полка возглавил Пётр I. Он патриот. Он патриот, в первую очередь, Новгорода, ну и также стал патриотом Петербурга, который, по сути дела, продолжил историческую роль Новгорода, вот тут на берегу Балтики. Также Крёкшин, вот, и ещё недавно в учебниках об этом писали, написал, что правый фланг на второй главной фазе баталии, правый фланг составляло 18 полков русской конницы. Я говорил о 12 конных частях, а он писал, что 18. Для чего это ему нужно было? Он сочинил такой интересный момент, вот очень талантливый писатель, что шведский король, когда увидел, что такой длинный русский правый фланг из 18 конных полков, и шведы не желают вступать в баталию уже на этой фазе. И вот тут Пётр Первый благородно приказал вывести шесть полков с правого крыла русской армии, построенной главной фазе генеральной баталии. Вот, и при этом, конечно, сопровождалось такой фразой крылатой, сочинённой Крёкшиным, что якобы Пётр Первый сказал, что выигрывать баталии нужно не числом, но искусством. Это перефразировка многих сочинений, известных ещё со времён античности, такие есть подобные выражения у Вегеции и у других военных аналитиков античности. Ну и Пётр Первый вложил их в уста своего кумира, царя русского Петра Первого. Ну и другие он ещё придумал моменты. В общем, всё это перечислять будет долго, но важно, что так хорошо он это всё придумал, что его архив, перешедший к историку Голикову, автору тридцатитомной истории Петра Великого вместе с дополнениями, которые знали, читали, и чтение труда Голикова считалось признаком образованного человека в конце 18-го, 1-3-19-го века. И вот через труды Голикова, который и сам Крёкшина знал, доверял ему Крёкшиному, сообщал в последние годы своей жизни, они столкнулись, что он знал Петра Первого, это ему Пётр Первый говорил и так далее, он мистифицировал этого молодого историка Ивана Ивановича Голикова из курских купцов, тем более такие хорошие вот эти факты в кавычках, в трудах, что Голиков обильно насытил ими своё сочинение, а потом уже без ссылок на первоисточник, вплоть до начала 21-го века эти факты насыщали наши учебники, включая школьные, они мне очень нравились, вот мне учительница рассказывала эти факты, Мария Ивановна Курчава, моя учительница истории, вот мне рассказывала о Полтавской битве, используя сведения, вот вымыслы Крёкшина этого писателя, и надо сказать, что в итоге полководческого искусства Петра Великого, в итоге мужества русской армии, в итоге безрассудных поступоков антирористических Карла XII, в итоге его веры в божественное, так сказать, предопределение своего пути великого полководца, как нового Александра Македонского, вот в итоге перечисленного победа была полной, и я провожу подсчёты, получилось, что из 17 тысяч пошедших в сражение шведов, округлённо говоря, 15 тысяч либо погибли, либо были взяты в плен, либо были ранены, из тех, что отступили, примерно 2800, были ранены. А сколько отступило в итоге? Отступило, вот осталось на Полтавском поле пленных почти 3000, тел насчитали 9224, т.е. 17 тысяч атаковали, минус 12 тысяч, 5000 отступило, из них примерно 2800 были ранены. И получилось, что шведы потеряли 82%, включая раненых, потери погибшими, ранеными, пленными, это 82% двинувшихся в баталию, а у россиян в потере 8,2%. Это из двинувшихся в баталию, из 42 тысяч? Ну вот на поле раненых и убитых было несколько более 4700 человек, причём у погибших россиян было, согласно реляции 1344, т.е. шведов эти 12 тысяч, а у нас в 11 раз примерно меньше. 1344, но я выяснил, что здесь не учтены пропавшие без вести, может они погибли, может дезертировали, но вот пропавшие без вести и скончавшийся от ран, примерно по половине полков, я нашёл эти сведения, и получилось, что погибло не 1344, а с учётом скончавшихся от ран, пропавших без вести, 1572, это документально подтверждено, ну, немногим больше, ну вот получается, документально выяснено, что около 4700 было убито и ранено в Полтавской битве с русской стороны, т.е. победа малой кровью, шведы потеряли великолепную армию, причём, я вот ещё раз повторю, русские потеряли 8,2% войск убитыми и ранеными, причём, а шведы 82% двинувшихся в атаку, вот какое соотношение, это вот итог всех этих безрассудств Карла XII и полководческой мудрости Петра I Великого и так далее, и вот этого преимущества, созданных, об этом уже обо всём говорилось, но вот итог, битва ещё один есть спорный вопрос, думал ли Пётр I пленить армию? Вот мой коллега и очень уважаемый мной историк московский Владимир Алексеевич Артамонов, кандидат исторических наук, он тоже выпустил книгу к юбилею от Полтавской битвы в 2009 году, первый вариант моей монографии, и Владимир Алексеевич говорит, что у Петра I не было замысла шведов пленить по итогам битвы. Пётр I об этом высказывался, он говорил, что ни в коем случае шведов нельзя перепускать за Днепр, это его слова, они зафиксированы, и я считаю, что изначально, вот у меня-то концепция такая великого полководца Петра I, а Владимир Алексеевич считает, что у него только была задача вот шведов с поля сбить, сбросить, и вот уже эта победа, а я считаю по-другому, я считаю, что и замысел был золотого моста для шведов, предложение вот разлагающего, чтобы они побежали, и вот и чтобы не перепускать их через Днепр и так далее. У меня концепция вот такого великого полководца Петра I, но другие считают, что слишком тут много, некоторые, некоторые. А западная историография вообще очень стремится принижать Петра I, я вот привожу высказывания немецкого историка Хайнца, что хотя русские выиграли Полтавскую битву, но они совершенно не поняли даже шведского замысла, и вообще… Зачем его понимать-то, шведский замысел, если русские его выиграли? Очень приятно, они же переживают, и вот во все эти мифы… Ну, так тоже можно сказать, что хотя шведы выиграли Нарвское сражение, но они совершенно не поняли замысла русских. Можно. До сих пор не могут смириться с этой победой Петра Великого. Ради Бога. И всячески её принижают. Но удивительно другое. У нас в стране недооценен Пётр Великий, нет его ордена. Есть орден Суворова. Нет, у нас был конкурс 100 великих полководцев. Петра Великого средних вообще не было. Может быть, он русский полководец номер один. Но он даже в сотню не был включён. Павел Александрович, потому что Пётр, он великий, он уже, так сказать, выше всех. Просто я поясню, да, Пётр Первый, он и полководец, и флотоводец, и государственный деятель, и мореплаватель, то плотник. Почему не отдать ему первое место? А там уже дальше Жуков, там, не знаю, Дмитрий Донской, Суворов на четвёртом месте. А Суворов выиграл конкурс, да. У нас тут бывают историки, которые занимаются другими полководцами, я думаю, что они бы с вами поспорили, потому что у каждого свои симпатии. Но объективно, конечно, Пётр находится в ряду с величайшими государственными и военными деятелями нашей истории. И полководцами. Битва по его плану проходила, под его командованием. Ну, почему исключать из числа полководца? Вот. Ну, таким образом, на берегу Днепра 30 июня более 14 тысяч остатки шведской армии были пленены без выстрелов, полчаса переговоров, и всё, они сдались. Карл XII примерно с полутора тысячами шведов переправился на другой берег Днепра, и где-то в 10 утра 30 июня он начал отступление. Запорожцы и малороссийские казаки, те, которые вместе с Мазепой бежали в Бендеры, Мазепа вместе с Карлом XII кустью Букского лимана. Там русские преследовали их вплоть до Букского лимана, до берега Чёрного моря, 8 июля догнали казаки этот отряд Карла XII, а 9 июля 6 русских конных полков догнали под командованием генерала-майора Григория Семёновича Волконского и атаковали сходу шведов. И вот, ну, кого застали, того взяли в плен, некоторых порубили там, кто оказывал сопротивление. И Карл XII переправился вот туда, в Очаков, примерно с тысячу шведов, это был остаток вот этой, можно сказать, великой армии. Комендант уже был Москвы назначен, но до Москвы армия не дошла, а вот дошла, тут оказалось волею судеб на берегу Чёрного моря у Букского лимана, там вот завершение было этого похода. Сам Карл XII сначала в Очаков проследовал, потом в Бендеры в Молдавии, ну и в конце концов под Стамбулом очутился, и в Швецию вернулся только в 1714 году в сопровождении нескольких спутников. То есть, тысяча солдат разбежалась, или что с ним случилось? Куда они делись? Кто-то погиб, кто-то в Сибирь отправился пленным. Нет, вот эти последние тысячи, которые вместе с ним… Они были в лагере военном под Бендерами, и в 1713 году в феврале у Карла XII настолько там сдали нервы, что он с остатком этого отряда, несколько десятков шведов, которые сидели там в такой усадьбе, сразился с несколькими тысячами крымских татар и янычар, удалось найти об этом документ, описывается, как он до последнего защищался, но это было опять безрассудство, с несколькими тысячами, несколько десятков. Я нашёл рассказ запорожского казака Митлушенко, который попал в русский плен, он был рядом с Карлом XII, он пишет… Вот в этот момент. Да, он пишет о том, что он храбро там защищался пистолетом, шпагой, из ружья стрелял, загорелась эта постройка, и уже стали падать с потолка. Если я правильно помню, просто крымские-то они не хотели его выгнать, депортировать. Да, и он боялся, что его, значит, где-нибудь перехватят по пути в Польше и возьмут в плен русские. И он показал, что он будет защищаться. И он защищался там. Но погиб почти весь этот отряд, а он, когда уже невозможно было, так как падали уже горящие какие-то куски с потолка, это видел от Фёдора Митлушенко, это его рассказ, вот я его впервые опубликовал. Он выскочил в окно, тут какого-то янычара захолол, тут ему тоже что-то там, то ли ухо, то ли нос, но у него какое-то рассечение было, то есть расходится, где было рассечение. То ли ему кончик носа отрубили, то ли ухо там кусочек отрубили, потом на носу вроде бы незаметно у него ничего было, наверное, кусочек уха всё-таки. И это вот называется таким термином турецким «калабалык». Ну, можно перевести какая-то замятня там, это схватка какая-то, резня, сумятица, и он показал, что такое королевская честь, что его нельзя выслать туда обратно под охраной крымских татар и турок обратно в Швецию, что он, в общем, тут будет защищаться. Ну, зачем, почему защищаться, можно было договариваться. То есть, вот личность очень интересная, Карл XII, мне было интересно, что после выхода моей публикации в Приднестровской республике устроили, ну, теперь устраивают, вот день такой «калабалыка», ну, и там что-то как-то его празднуют. Интересно. Да, потому что они узнали подробности, что же было, так сказать, там тогда. Ну, давайте на сегодня завершим подведением политических итогов Полтавской баталии, потому что про военные мы уже рассказали, это фактический разгром ликвидации шведской армии, но у Швеции остался флот, и русская армия, не имея мощного флота, не могла занять коренные земли, собственно, Швеции, а Швеция во главе с Карлом XII мир заключать отказывалась, и поэтому война продлилась ещё много лет. До 21-го года. Много лет, да, больше, чем она шла до этого момента, т.е. 12 лет ещё шла война. Каковы же были политические итоги, какой международный резонанс у этого сражения был? Международный резонанс был такой, что он перевернул сознание европейских политических элит. Было ясно, что родилась сообразно её военному и экономическому потенциалу, людскому потенциалу на востоке Европы новая великая держава. Она ещё тогда правым образом была не оформлена, эта роль великодержавная, новая роль России, но она как бы родилась. И вот, и когда доставили знаменитому полководцу герцогу Мальборо в лагерь, известие о Полтавской битве доставил саксонский офицер, и что вот шведы разгромлены, шведы бежали, и он, этот полководец, писал, что нет, это невозможно. Он ответил, вот это вы, саксонцы, можете бежать, многократно бежали, и вот такие вы солдаты, саксонцы. А чтобы шведы бежали, это невозможно. И он сказал, что он будет ждать достоверного известия об исходе баталии, и он уверен, что Карл XII благополучно отвёл свою армию в пределы Речи Посполитой, от русских границ, вглубь Польши. То есть, он тоже полагал разумным войска отвезти, раз уж ничего с маршем на Москву не получается. И вот таких примеров можно приводить много, рассылались письма коронованным особо выдающимся государственным деятелям об этой победе. Русские послы устраивали в западных столицах фейерверки, торжества, угощения, пиры в честь этой победы. Шведы некоторое время пытались отрицать факт поражения, что удивительно, но потом вынуждены были смириться с реальностью. Реляции публиковались, карты с изображением баталии. То есть, российская пропагандистская машина работала на полную мощь. И также надо сказать, что сразу же вот этот король Станислав Лещинский, шведская марионетка, из Польши бежал. Сразу же в Польшу вступил Август II, желая вернуть тебе корону. Всё на чужом горбу, а? Да-да-да-да-да, и Пётр Первый его простил, хотя первоначально он хотел другого какого-нибудь короля, потому что ну слишком уж предательство оставило неприятные воспоминания, предательство Августа II. И восстановился сразу же Северный Союз. Дания без всяких субсидий снова вступила в войну, также Польша возобновила участие в военных действиях, Саксония во главе вот с этим Августом II снова вернулась в Союз, также в 711 году вступил в Союз Ганновер, уже начали, хотели делить вот эту несостоявшуюся шведскую империю. Тут желающих сразу же обнаружилось очень много, в том числе и Ганновер, и Пруссия в 714 году, вот она официально вступила в войну против Швеции, ну там получила часть помираний, вот, а реальную часть в военных действиях и раньше приняла Пруссия. То есть, коалиция сразу же во главе с Россией, вот когда к побежающей стороне, сразу, видите, и примкнула значительная часть. Но уже, что касается Украины, то она так и осталась в автономной территории в составе России во главе с новым Гетманом, вот, незадачливый Мазепа в том же 709 году скончался, по некоторым сведениям такого князя Павла Владимировича Долгорукова, он очень много знал вот этот князь, он пишет, что Мазепа скончался, когда узнал, что есть планы у Турции выдать его России. Возможно, он покончил с собой, или это было сильное потрясение? Ну, во-первых, потрясение, ну такой беглец, да, а вот Долгоруков, у него большие сведения. Он послом был. Это личность середины XIX века, но он использовал вот среди аристократических кругов эти устные воспоминания, он действительно многое знал и многое подтверждается. Сейчас вот я пишу предисловие к новому изданию этих записок князя Павла Владимировича Долгорукова, они написаны на французском языке были, вот, изданы, и недавно только переведены на русский. И вот очень многое подтверждается из того, что более столетия существовало в устной передаче, в разных семьях он общался и в своё сочинение унёс. И вот он говорит, что Мазепа от расстройства скоропостижно скончался, ну, в 639-го года рождения, значит, ему 70 лет, можно сказать, было, но с другой стороны, потрясение налицо, бежал, да, потерял ни гетман, ни гетманство. Никто, по сути. Да, и с другой стороны интересно, как его сначала, его закопали вообще как животное какое-то, как удобрение, виноградники, недалеко от Бендер, но потом вот его сподвижники решили, что это уж совсем некрасиво, вот их сподвижник, бывший гетман, там, откопали и там на берегу Дуная похоронили, но во времена вот Суворовских войн, там, могила его бесследно исчезла, там, ну, значит, наверное, наши Потёмкин, там, его окружение выяснили, потому что это было известно, где его похоронили, где могила Мазепы, но и вот следы её с этого времени теряются, потому что, ну, не могли оставить её могилу, и тем более, как она была бы объектом почитания всех антироссийских сил, они бы, ну, сделали её таким священным местом, что вот он первым так предал Россию, предал союз с Россией, там, ну, вы, так сказать, нельзя сказать даже, что воевал с Россией, но вот какие-то действия пытался предпринять военные против России. Хорошо, спасибо большое, ну, что же, в следующий раз двинемся дальше, поговорим о последующем ходе Северной войны. С удовольствием. На море, наверное, в основном. С удовольствием, на море, да, тут такие яркие баталии, что надо не быть таким односторонним, только военно-сухопутную историю излагать. Сообщили мне, что у вас готовится как раз новая книга про морские сражения Петра Первого. С удовольствием. Про все три. Сообщу, да, про все три. И так же, как Полтавская, все три из них в значительной мере мифологизированы, оказывается. Ну, что ж, будем с нетерпением ждать. Спасибо, что пригласили, я с удовольствием, я, видите, увлечённый сам в военной истории, поэтому мне приятно, что поделиться какими-то сведениями, находками какими-то, дискуссиями, дискуссионными моментами. Спасибо большое. Дорогие друзья. Напоминаю вам, что 16-17 марта у нас в Москве пройдёт следующий фестиваль «Цифровая история». На этот раз он будет посвящён теме «История и кино». С программой его можно ознакомиться по ссылочке в описании, также там можно приобрести билеты. До встречи, будет очень здорово. А на сегодня всё, Павел Александрович, благодарю вас. До свидания, спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова